Что произошло? А может, баба Маша начну? Это Маша с детками, наверное, как выступила. Светлане у Светланы не было. Хорошо. Мой сын женился на Светлане. У Светланы в то время была дочь. Если бы не мой сын, Светлана оказалась бы в очень бедственном положении, Жить ей было не на что. Мой сын зарабатывал деньги. Он занимался коммерцией. Для коммерческой деятельности Он вынужден был покупать автомобили. Но чтобы минимизировать свои текущие расходы И в последующем купить жилье, Он оформлял эти автомобили на третьих лиц. Я, как бабушка, видя, что жить в семье негде, Я купила квартиру в недостроенном, правда, доме. Ожидалась сдача этого дома в скорейшем времени. И туда заселила Светлану, Моего внука. И кроме того, там проживает и дочь от первого брака, Которая к нашей семье напрямую не имеет никакого отношения. Затем мой муж, ой, мой сын, понял, наконец-то, Что, как бы, в этой семье, Ну, ему не стоит жить с этой женщиной. Вот. Поэтому он развелся. Я требую, чтобы из квартиры, которая мне принадлежит, Выселилась Светлана со своими двумя детьми. С дочерью, которую мой сын даже не удочерял. Вот. И с нашим внуком. Ну, я хотела бы, очень хотела бы поддерживать отношения с внуком, Потому что я считаю, что я это заслужила. Я о нем забочусь. Я его воспитываю, занимаюсь его воспитанием. И, кроме того, я предоставила ему право жилья. Ему есть где жить. Если бы не я, жить бы ему было негде. Так, можно вопрос, да? Да. Итак, Мария Юрьевна, скажите, пожалуйста, А где будет проживать сын под совместного брака Вашего сына? То есть Ваш внук, если решение суда будет в Вашу пользу? Дальнейшие планы по месту жительства сына? Ну, поскольку Светлана работает, у нее есть деньги для того, чтобы производить определенные расходы. Например, квартиру она сейчас оплачивает. Оплачивает текущее содержание жилья, вносит расходы за капитальный ремонт. Поэтому пусть она где-то снимает квартиру, снимает жилое помещение, и там проживает своей семьей. Я же, понимаете, сын несовершеннолетний, он должен проживать с матерью. А я буду к нему приезжать, буду заниматься тоже его воспитанием, привозить гостиницы, ну, именно ему. Понимаю. Или брать его к себе. Кстати, говоря по поводу текущих и капитальных расходов, Мария Юрьевна, что можете предложить, какие варианты Светлане? Она с Вас что-то требует по поводу компенсации, возмещения таких расходов? У Вас есть какие-то варианты конструктивные? Ну, я пенсионер.